Роман и Екатерина Родители поддержали решение детей официально оформить свои отношения. Мамы считают, что самое главное в семье не только любовь, но и уважение, взаимопонимание и поддержка. Для мамы самое главное, это чтобы сына моего любила жена. Ну и естественно, чтобы они были очень, понимали друг друга. Это тоже очень важно, очень-очень. Полностью согласна, главное взаимопонимание и беречь друг друга. Идти в какие-то компромиссы. Семейная жизнь такая, сложная. У Татьяны и Сергея совсем другая история. И берет она свое начало с фитнес-клуба. Именно там спортсмен заприметил Танюшу. Они долго приглядывались друг к другу. Прошло пять лет со дня их знакомства, прежде чем молодые люди решили создать семью. 2 февраля он сделал мне на свой день рождения, я не была готова. То есть у нас было куча гостей, родственников на его день рождения. Он сделал предложение, я, конечно, была в шоке. Я не ожидала, я не думала, что именно в этот день, потому что этот день был его. И я не была готова, что это еще и будет какой-то общий праздник. Конечно, я сказал да. В усадьбе Голицыных четыре пары молодоженов, один регистратор, родители и почетные гости. На свадьбе этих ребят присутствовал глава Денцовского городского округа Андрей Иванов, депутат Госдумы Оксана Пушкина и Ольга Малахова, первый заместитель начальника главного управления ЗАГС Московской области. С этого дня в муниципалитете зародилась еще одна добрая традиция. У меня последний раз такое чувство было почти 20 лет назад. Я как будто заново сам пришел в ЗАГС. Я помню эти первые моменты особенного волнения. Потом, когда поставили роспись в документе официальном, уже немножко полегче. Когда кольца одели, вроде как-то уже накрывает вот этим счастьем, радостью. Примерно то же самое было и с нами. Мы сидели вместе с родителями, видели, как у родителей тряслись руки и коленки. И у нас также бело сердце с Оксаной Викторовной. Мы обменивались впечатлениями, эмоциями. И даже когда я выходил с поздравительным словом, у меня это волнение еще не прошло. Действительно, как будто мы сами в ЗАГСе и у нас свадьба у кого-то из присутствующих. Гости волновались не меньше молодоженов. Родители с трудом сдерживали слезы. Свадьба трогательный и очень важный момент. С этого дня жизнь каждой пары изменится. Теперь они не просто любящие друг друга люди, а супруги, которые рука об руку пойдут по жизни. Не забывайте и чаще прислушивайтесь, как бьется сердце вашего близкого человека. Вот это как тренировка. Над отношениями надо работать. Это как тренировка. Вот если ты теряешь это, если ты уже ее или его не слышишь, если ты в глазах не различаешь, он рад или она в горечи, то это беда, и тогда уже это надо лечить. И лучше приходите ко мне. Молодожены обменялись кольцами. Первый супружеский поцелуй и первый танец. Этот момент навсегда останется в их сердцах. Почетные гости приготовили для супружеских пар подарки. Это и первый семейный альбом, и памятный адрес с поздравлением губернатора Московской области, и огромный букет ромашек. Символ семейного счастья и благополучия. Уверен, что эта церемония останется в памяти на всю жизнь наших молодоженов. И очень верю, и очень хочу, чтобы это было единственной неповторимой браковых жизней, которая долгие-долгие-долгие годы была счастливым, радостным. Поздравление молодоженов главой округа станет доброй традицией. Каждая церемония будет неповторима. Организаторы уверены, им есть чем удивить и гостей, и новобрачных. Мария Шметкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.